Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Аккумуляторщик. Ко мне обратился один мой знакомый. Беда у него, значит, такая. Проблема какая-то с аккумулятором. Аккумулятор, я делал ревизию, это сейчас не тот, это я ему дал свою подменку на время, пока тот обслуживается, заряжается. Тот аккумулятор я проверял, с ним было все в полном порядке, оплывания активной массы не было, был полностью заряжен. Беда случилась какая-то, то есть постоянно не запускает мотор, какие-то проблемы, типа, как бы стал плохой. То есть все признаки дефектованного аккумулятора. Ну, сейчас, значит, вот я сделаю небольшую диагностику, как я вам уже миллиард раз показывал и рассказывал, что, собственно, надо делать, с чего надо начинать. Не бежать первым делом в магазин, а начать с того, что проверить ваше электрооборудование в автомобиле. Первым делом я проверяю утечку тока в автомобиле, то есть снимаю минусовую клемму и проверяю на утечке. Для этого я использую мультиметр, собственно, включаю на 10 ампер, я изготовил вот такие вот с крабиками специальные щупы, для того, чтобы было это удобнее делать. Один я надеваю, значит, на минусовую, минусовой вывод аккумулятора, один на клемму. И теперь мы смотрим на значение. Ну, сразу скажу, что значение вот 9 сотых, одна десятая, это окончательное, я уже не раз проверял. Сигнализации на автомобиле нет, в принципе, мы нашли, в чем утечка тока. Это утечка тока в магнитоле. Вот, иди, отключи магнитолу сейчас, и мы сразу увидим результат нормальный. То есть нормой считается до трех сотых. Вот сейчас дверь открыта, это горит лампа в салоне. 32, отключена магнитола, сейчас закроет двери. Сейчас лампа в салоне погаснет, и, в принципе, у нас все придет в норму. То есть вот такая вот беда. То есть первое, это ненормированная утечка тока при норме 0,03, у нас 0,09, то есть превышение в три раза. Вот сейчас, обратите внимание, у нас нормальная утечка тока. То есть вообще, можно сказать, по нулям 1 сотая. Это очень хороший показатель. А жрет у нас непосредственно магнитола. Ну, магнитолу мы отключили, то есть ненормированную утечку тока мы ликвидировали. Следующим, что, значит, действием мы делаем. Мы проверяем генератор этого автомобиля, точнее, напряжение в бортсети во время работы генератора. Ну, отключаем все это дело. Выключаем. Более подробные инструкции я уже, в принципе, показывал, как проверить и генератор, и утечку тока. Надеваем минусовую клемму и закручиваем наш вот этот вот болтик. Закрутили, чтобы у нас не проворачивалось. Ну, теперь проверим напряжение генератора. Я ее беру сюда, чтобы она не упала. Напряжение генератора давайте посмотрим, какое у нас идет. Напряжение аккумулятора сейчас 12,84. Таким вот образом. Ну, иди, заводи. Давай посмотрим. 12,84. Сейчас будет произведен запуск мотора, и мы посмотрим, какое напряжение у нас в бортсети. 13,66-13,67 при норме от 13,8 до 14,5. Эти показания ниже нормы, и это сейчас без потребителей. Включи фары, там, в печку, все, как обычно, с потребителями. Обратите внимание, при включении, значит, потребителей у нас 13,42. Дадим немножко газу. 12,43 держится. Таковое, то есть, это, скорее всего, неисправность реле регулятора. То есть, называемые таблетки в генераторе. То есть, постоянно держится низкое напряжение. То есть, что на оборотах, что на оборотах, что без оборотов. В принципе, вот такое вот напряжение у нас держится. Соответственно, что мы получаем? Утечка тока выше нормы. И, соответственно, низкое напряжение в бортсети. Собственно, и приводит к сульфатации. То есть, это и есть недозаряд аккумуляторной батареи. Все, глуши. Включай. Это и приводит к сульфатации аккумуляторной батареи. То есть, образование вот этого сульфата, скорее всего, он даже будет уже неразрушимым. Ну, сейчас он заряжается 57-м вымпелом. Ну, по итогу посмотрим, что там с ним будет. Вот. Хронический недозаряд аккумуляторной батареи. Следствие чего мы получаем маленькую емкость, низкие пусковые токи. То есть, когда хватает буквально там на пару раз запуска, и дальше все с аккумулятором у нас капец. Ну, на время я поставил свою Весту. Пусть она постоит пока на время зарядки того аккумулятора. Ну, и дальше будем решать уже вопрос с генератором. Что, в принципе, делать? Пробовать менять реле-регулятора и вот в таком вот духе. То есть, вот таким вот образом мы получаем недозаряд аккумуляторной батареи. Поэтому рекомендую проверять периодически вот эти вот два хотя бы показателя. Да, стартер я уже не беру, воборот. Особенно перед дальними поездками. Для профилактики два раза в год. Также, если вы почувствовали какую-то неладность, то есть плохие запуски, еще какие-то моменты, проверьте электрооборудование, а не бегите в магазин за новым аккумулятором. Проверьте электрооборудование, далее проверьте аккумулятор, зарядите и посмотрите уже как будет дальше. Все вопросы пишите в комментарии, ставьте лайки к этому видео. Собственно, все инструкции есть на моем канале, я их оставлю внизу в описании и ниже в комментарии. Но на этом, пожалуй, все. Всем пока!